В этом году Городская Федерация Альпинистов отмечает 70-летний юбилей. Спортсмены тренируются на скалодроме, занимаются общей физической подготовкой, выезжают в горы в разные точки России. Валерий Иглин пришел в зал скалолазания по приглашению председателя Городской Федерации Альпинизма Сергея Коновалова. Как только он пришел на первое занятие, то сразу понял, что это его. На скалодроме он познакомился с Иваном Степановым, который тоже заболел горами, и перешел из легкой атлетики в альпинизм. Сейчас мужчины работают как напарники, страхуют друг друга на тренировках и на выездах в горы. Напарник в альпинизме – тот человек, которому доверяешь жизнь. И однажды Валерий действительно спас Ивана от несчастного случая. Я просто не подрассчитал свои силы и полез уставшим на стенку. И слетел. Выдрал два шлямбура, а третий меня поймал. И Валера, собственно, меня веревкой ухватил. То есть он пролетел где-то метров 8, наверное, свободного падения. Да, и Валера меня поймал веревкой. То есть все произошло буквально за полторы секунды. Я пришел в себя, когда я уже держал веревку. А я висел вниз головой. Ногами по щиколотку уперся и пришел к земле. В таких экстремальных ситуациях – не до эмоций. Напарнику нужно действовать быстро и точно. Альпинизм проверяет спортсменов не только на физическую выносливость и силу, но и на мыслительные способности, так как мозг во время восхождения на вершину тоже работает на полную мощность. Члены федерации выезжают в Крым, Южный Урал, Хибины, Центральный Кавказ. Тренируются альпинисты на скалодроме, а также занимаются общей физической подготовкой. Каждый год в горы ходят порядка 10-15 человек. Когда меня спрашивают, какие горы самые красивые, я всегда затрудняюсь ответить, потому что был в очень многих регионах, и в стране, и за рубежом, и все они красивы по-своему. Но то же самое касается и сложности. Можно всегда выбрать, вернее, и нужно всегда выбирать по своим силам горы, потому что главный принцип альпиниста – все-таки не только зайти на вершину, а вернуться живым и здоровым домой. В этом году Федерация альпинизма отмечает 70-летний юбилей. А история ее появления в Сарове началась в начале 1950-х годов, когда в город приехали три заслуженных мастера спорта по альпинизму – Сергей Ходокевич, Анатолий Багров и Любовь Пахарькова. Они и возглавили секцию альпинизма. При их поддержке прошла первая альпиниада Центрального совета физкультуры и спорта. Расцвет секции пришелся на 60-е и 70-е годы, когда в горы выезжали до 60 саровчан, среди которых было четыре мастера спорта. Были совершены восхождения на 7-тысячники – пик Ленина, пик Коммунизма, пик Корженевской, и в 75-м году на Хантенгре. А участники ездили в основном на Кавказ вместе с нашими инструкторами. Вот максимально у нас выезжало до 60 человек в год. Присоединиться к городской федерации альпинизма может любой желающий. Занимаются спортсмены на скалодроме, спортивной школе и кар. Я тоже попробовала побыть немножко альпинизмом. Там залезла, в общем-то, на небольшую высоту. Это очень-очень сложно. Девочки, я скажу, что это очень хороший фитнес. Всем советую. Воспитанницы Мэкара Ирине Тимониной и Тамаре Давыдовой присвоено звание «Мастер спорта России». Юные дарования занимаются в отделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе более 10 лет. Ставить цель и идти к ней – самые яркие и теплые воспоминания Ирины Тимониной, связанные с Экаром, – это победы. И это не обязательно про соревнования. Самая важная победа – победа над собой, считает девушка. Более 10 лет она занимается в отделении прыжков на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Но по ощущениям, чем дальше ты выступаешь на соревнованиях, тем тебе как-то страшнее что-ли становится. Когда ты маленький, у тебя еще нет такого страха. Ну, выступила-выступила, бывает, да, там, где-то не получилось, где-то хорошо. Но в целом, конечно, первая победа – это прям вау, ты думаешь, неужели я смогла выбирать столько вот ребят, что я первая встала на предистал. Самыми волнительными для двух спортсменок Экара Ирины Тимониной и Тамары Давыдовой стали всероссийские соревнования, на которых они выполняли нормативы на звание «Мастеров спорта России». Выполнить все идеально один раз для такого почетного звания недостаточно. Нормативы затем подтверждают на других соревнованиях. А потому, если за плечами успешно пройденный первый этап, то права на ошибку просто нет, и градус ответственности зашкаливает. Потом мы поехали в Оренбург. Уже там я первый раз набрала на норматив «Мастера спорта». И я не одна сдала, а другой девочки. И тогда мы поняли, что все, мы едем в Ярославль на подтверждение. Но уже в Ярославле очень было страшно. Не знаю, как гей, но мне было прям очень страшно. Я понимала в тот момент, что от того, как я прыгну, зависит мое дальнейшее будущее. Сдам, не сдам. Обе девушки с волнением справились и подтвердили свои результаты. Приказом Министерства спорта Российской Федерации им присвоили звание «Мастер спорта России». Так Ирина Тимонина и Тамара Давыдова стали первыми, кто достиг почетного звания в отделении прыжков на батуте за последние семь лет. Всего за историю отделения тренеры воспитали 12 мастеров спорта. Тренируемся, гоняем их, вот и все. Смотрим, кто сможет, ну уже видно, сможем. И начинаем с ними работать больше, ну как бы накачивать их. Вот это все. И они начинают уже серьезно, более серьезно подходить. Тренируются спортсменки у Анатолия Меньшикова и Александра Абакарова. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. В зал приглашают заниматься всех желающих от 12 до 17 лет на бесплатной тренировке. Правильная поза, дыхание, важно сосредоточиться. Рывок и вот тяжелая штанга взмывает в воздух. В тренажерный зал Клуба здоровья Федор ходит всего год. Но за такой короткий срок уже успел улучшить свою физическую форму. Начинал с базовых упражнений. Занимался я по комплексу, который висит в этом тренажерном зале, наверное, месяца три. Потом принесли какие-то листочки, там подготовка к соревнованиям. И вот по ним уже начал заниматься базово-тачу, трейборья. Там присяд, становая тяга и жим. И потихоньку так набирал, и все. Валерий Краснов занимается в Клубе здоровья уже третий год. Пришел, чтобы подтянуть физическую подготовку, укрепить мышцы, стать сильнее. Немалую роль в успешных занятиях играет атмосфера. Опытные ребята всегда стараются поддержать новичков. Если сюда придет новый человек, то тут есть прекрасный педагог Светлана Николаевна. Она обо всем расскажет, все покажет, будет всегда рядом. И все, кто тут занимается, станут друзьями тебе. И тебе будет очень комфортно и круто. Ребята из тренажерного зала часто проверяют свои силы в соревнованиях, как клубного, так и городского уровней. Тренажерные залы Центра внешкольной работы – это островок спорта, на котором с нетерпением ждут людей, готовых работать над собой. Центр внешкольной работы приглашает всех горожан, подростков, ребят, которые хотят иметь достойную физическую форму, подготовку, красивую фигуру, в наши тренажерные залы, которые располагаются в Клубе здоровья, мечта и Греция. Занятия бесплатные для ребят от 12 до 17 лет. Дополнительную информацию можно получить по номеру 3-37-26. Способ развить самодисциплину и натренировать тело. Стать увереннее в себе и научиться защищать себя и близких. Направление единоборства развивается в Сарове. Пространство для спорта и достижения высоких результатов – Клуб единоборств «Миксфайт». Задорно и весело. Именно так проходит тренировка юных спортсменов Клуба единоборств Сарова «Миксфайт». В игровом формате ребята 4-5 лет развивают силу, скорость, координацию, укрепляют мышечную систему всего тела. Около 40 минут тренировки пролетают для них незаметно. Я умею тренироваться. А как? Так. И вот так. И вот так. Я приезжаю с другого города, чтобы заниматься. Кем ты хочешь стать? Получим. Получается? Нет. Не очень пока. Почему? Потому что. Ну, получится. Может, и получится. Все дети довольны, всем нравится. Также девочки ходят, мальчики ходят. Программа для занятий очень интересная. В группе 80 лет тренировка идет куда серьезнее. Здесь ребята сосредоточены. Под контролем опытного тренера они изучают борцовскую и ударную технику, учатся правильно защищаться и падать. Многие юные спортсмены пришли сюда с конкретной целью – стать сильными, научиться защищать себя и своих близких. Бетквисты не знал. Сейчас очень хорошо бью. Болевые научился, удушающие. И вообще это очень полезно для жизни. Я думаю, что у него есть прогресс. У него появилась реакция, появилась сила удара. Я думаю, что самое главное, что ему это нравится, ему интересно. И я сюда хожу, чтобы защищать близких и уметь за себя постоять и еще защищать слабых. Искусство единоборств в клубе преподают профессиональные тренеры с высшим педагогическим образованием. Клуб «Миксфайт» – это мир спорта, в котором ребенок сможет обрести уверенность в себе и своих силах, освоить навыки самообороны и даже открыть дверь в мир профессионального спорта. Здесь и координация движений, здесь и растяжка, здесь и игровые тренировки есть, и тренировки на выносливость, на скорость. То бишь все качества детского организма мы развиваем. Приобретать экипировку не нужно. Все для тренировок есть в клубе. Здесь нет ограничений по полу или возрасту. Прийти сюда может любой желающий. Я представляю Федерацию смешанных единоборств России по Межгородской области в городе Саров. Мы создали проект «Клуб «Миксфайт» с целью того, чтобы любой человек, женщина, мужчина, ребенок могли тренироваться. И все это с любым уровнем подготовки. То есть мы готовим как профессионалов, так и любителей. Субтитры подогнал «Симон»!